Добрый день! Сделали квартиру на коллекторе. Давайте сейчас немножко объясню, как, что мы сделали, на чем сэкономить, на чем экономить вообще нельзя. Давайте начнем. Стояки мы перепаяли. Был белый полипропилет. Труба была хоть и армированная, стекловолокном горячая, но ее вело ужасно. Там костенная очень, ее прям извивало. Постали чешский, без всяких компенсаторов, все нормально стоит. В одну трубку подвели 25-й и пошла у нас сборка. Кран Bugatti. Вот хозяин сам захотел прям крутейший кран. Я думаю, стал. Мы здесь поставили вполне тоже неплохие краны. В общем, на запорной арматуре экономить вообще ни при каких обстоятельствах. Иначе через какие-то года она вас как раз таки и подведет, и свою функцию не выполнит, и будет беда. Ну, датчик протечки воды поставили. Опять же, не мы. Хозяин захотел, он сам поставит датчики. Обратные клапана. Фильтры, грязевики поставили разборные. То есть, ну, на них можно сэкономить. В принципе, Leroy Merlin недорогие, нет смысла очень дорогие брать. Для чего такие? Для того, чтобы его рукой можно было спокойно открутить и обслужить. Не надо причем. Никаких влазит туда ничего. Так, дальше счетчик. Промулной фильтр. Во-первых, я не советую ставить колбы с картриджами. Потому что, ну, опять же, не советую там, где системы сделаны с полипропиленом. То есть, если стейки у вас с полипропиленом идут, никаких колб не надо ставить. Там жарчины, как таковой, никогда не будет. То есть, максимум там, что в железо будет, это в котельной. Поэтому, такой грязи, такой жарчины не будет. И смысл постоянно менять эти кассеты, потому что там бактерии будут собираться и они выше. Промывной фильтр, да, у него там уже сеточка потоньше идет, чем у грязевика обычного. Можем будет промывать. То есть, менять ничего не надо. Обслуживать просто. Поэтому, вот так вот. Еще что хотел сказать. На них можно сэкономить. Не вижу смысла ставить там какие-то дорогущие ханнивеллы. Мы сошлись на том, что мы поставим гейзер. Один из самых немаловажных факторов, чтобы были комплектующие как можно в больших магазинах. То есть, чтобы можно было, если что, его заменить. То есть, если вы ханнивелл возьмете, да, и у вас сетка там со временем испортится. Вы ее, скорее всего, не найдете. Если найдете, вы ее будете ждать там несколько месяцев, месяцев три, пока она у вас придет. И будет стоить вообще космических денег. Тогда одна сетка будет стоить как весь этот фильтр. А здесь эта сеточка там порядка трехсот рублей стоит. Испортилась она у вас, поменялась. Поменяли, да и все. Как бы гейзер фирма нормальная, да. Ну, она вроде Китай производит. Ну, такой лицензионный Китай. Я не боюсь лицензионного Китая. То есть, если он хороший качественный, почему бы нет. Сделали слив. Опять же скажу, не люблю я какие-то шланчики. То есть, многие там делают шланги на слив. Я не сторонник. То есть, мы, используя пропилен, все спаяли. Сделали американочки. То есть, когда надо будет. Американку открутили. Сняли фильтр. Промыли, почистили. Поставили обратно. Американка от руки затягивается. То есть, ее не надо там крючком тянуть, чтобы она там обубивала. Конусная резинка, да. Резинка в конус находит. То есть, чуть-чуть подтянули ее от руки. И все ногой держать. И эта сборка из полипропилена. Она будет стоять и 20 лет, и ничего с ней не будет. В отличие от шлангов, там мало ли что-то может произойти. Ну и дальше коллекторка из шитополиэтилена. Поставили стаут. На мой взгляд, это сейчас как бы оптимальный шитополиэтилен. То есть, цена и качество вообще отличное. Мне очень нравится. Вот. Коллектора тоже стаут. Все. Это уровень такой. Прям уверенный середнячок. То есть, ну, дальше там есть фарль, да. Калифи может какой-то поставить. Это уже будет по большому счету понт. То есть, вот это все, оно работает 100%. Никаких, как бы, проблем я не вижу с этим. Байпас не стали делать, потому что места мало и по деньгам дофига выходит. Взяли, просто сделали вот такую вот штучку, да. Бочонки продаются. В том же самом Дерва Мерлен две футорки сделали по тому же размеру, что и фильтр. То есть, если фильтр сломается, мы спокойно ставим эту вставку. И все. И будет у нас система работать. Фильтр там, ну, обслужить там, поменять. Что-то еще с ними делать можно будет. То есть, никаких проблем. Они будут здесь лежать. Если что-то случится, спокойненько это все поменяется. Так, что еще хотел сказать. На чем можно сэкономить? Только на латуне. В принципе, вот эти вот уголки, американки, да, тройнички. В принципе, я не вижу проблемы, чтобы поставить, опять же, самый децензионный Китай. То есть, если я ставлю Pro Aqua по массе, это латун. То есть, по массе они точно такие же, как и итальянские. Тот же самый Tieme, допустим, да. Либо тот же Stout. По массе Pro Aqua точно такая же. Вот на них смотришь на фитинги. Они абсолютно одинаковые. Только стоят два раза дешевле. Вот в этом я говорю, что можно сэкономить. Нет никакого смысла как бы ставить итальянское. Дальше. Автосбросник, да. Ну, вот обвязали полер. Автосбросник. Это хранительный клапан. Точнее, делали все-таки через резиночку. Мы на него не рассчитывали. Но он фактически пользоваться им, наверное, никогда и не будет. Это так стоит. Производитель как бы советует их ставить. Но с ним никогда ничего не будет. А, еще, в чем хотел сказать, что редуктора давления не поставили. Потому что проектировщик их не... Как бы, в проекте их не занес. Почему это так происходит? Потому что на последних этажах давление низкое. И оно не доходит до того, чтобы был необходим редуктор давления. Но, если будете ставить, на них экономить нельзя. Редуктора давления должны быть обязательно мембранного типа. Без разницы какой фирмы. Не так важно. Но, я скажу вам так, что этап. Вот, этап. Это очень хороший. Мембранные редуктора давления. По цене и качеству просто бомба. То есть, вы можете поставить поршневой редуктор давления за 800 рублей. Но он у вас... Ну, это как лотерея. Он может через год, через два у вас перестать работать. Либо плохо работать. Очень много жалоб на эти редуктора поршневые. Может даже, насколько я слышал, даже и дорогие. То есть, даже коллег, говорят, глючат. Если он поршневой. Поэтому, если будете ставить, только мембранные. Валтек, этап. Ну, еще, что угодно. Главное, чтобы был мембранный. Так, дальше. Обвязали болер, да? У этого болера есть слив. Ну, то есть, есть выход для слива воды. Но мы не стали через него подключать. Сделали через страничок, через воду. Для чего я объясню. Если что-то потом болер сломается, да? И клиент захочет поменять болер, да? А у него не будет этого слива. Или слив будет в совершенно другом месте стоять. Вы его уже потом не подключите обратно. Надо будет что-то умудрить, крутить. Что-то придумывать. Сейчас, в данный момент, у них у всех выхода стандартные. То есть, если надо будет поменять болер, вы этот просто скинули. Другой поставили. Американки накрутили. И все, вы будете дальше так пользоваться. Вот. Что еще хотел сказать? Наше полиэтилене. Да, насчет фитингов. Ну, сейчас видно не будет. Покажи, как сделали. Канализацию, кстати. Ну, ладно. Канализацию стоять полностью перебрали. Клиент сам шумоизолирует ее. Были плохими резинки, вроде бы как. Все проверили, все тройнички там посмотрели, что все резинки были нормальные. Ни запаха не было, ни капало ничего никогда. Как бы вот, как-то так. Ну, сделали через простую манжету. Сюда поставили муфту для выселения. То есть, она четко сидит. Ничего с ней никогда не случится. То есть, все это надежно, аккуратно закреплено. Шитый полиэтилен. Что хотел сказать? Фитинги для шитого полиэтилена. Если вы уже пользуетесь шитым полиэтиленом, не ставьте пластиковые фитинги. Хоть и рихау производят пластиковые, все равно есть вероятность брака. И еще, я хотел сказать, пластик с пластиком зажимается, что будет через 25 сезонов. То есть, вы горячей водой пользуетесь. Открыли, она нагрелась, потом остыла, нагрелась, остыла. То есть, это происходит там каждый день. Не то, что каждый день по 10, по 20, по 50 раз в день. Что будет с этим пластиком через какое-то там длительное время? Неизвестно. Ослаблит эта муфта, начнет пропускать, будет проблема. Если ставить уже шитый полиэтилен, все фитинги должны быть латунные. С ним ничего не будет. Кстати, так здесь не видно. Ну да, только то, что у нас выходы латунные. Вот здесь видно, что он латунный. Кстати, вот у нас оператор, который сейчас снимает. Они, ребята, работали на многоэтажках. И где-то ставили латунный был шитый полиэтилен. Где-то пластиковый. То есть, пластиковый это Upanor, если не ошибаюсь. Латунный это был Sunnext и Prado. Что хочу сказать. Там, где латунные фитинги, вообще ни один не потек. Никогда. Вообще. То есть, у многоэтажки, по 100 квартир, ничего вообще ни одной течи. А пластиковые фитинги, по нормам, где они текут. Вообще, на каждом этаже несколько течей было. Не от того, что руки кривые, а от того, что есть у них вариант потечь. Тот же гидроута какой-то, либо давление избыточное при опрессовке потек. Пластик есть пластик. То есть, одно дело вы полипрепилент паяете между собой. Другое дело, когда вы зажимаете трубу между двумя фитингами. И если вы ее зажимаете пластиком, то есть, есть вариант, что что-то с ним будет не то. Поэтому, никогда не делайте. Даже если рехау делают. Я как бы сам видел пластиковый фитинг. Надавливаешь, дезаклизовываешь, а он трескается. И потом начинает течь. Вот. Вот такой очень важный момент хотел сказать. Что еще хотел сказать? Ну пойдемте туда, быстренько покажем. Потом вернемся, наверное, сюда. Компенсатором здесь побольше расстояние. Поставим инсталяцию. Все, здесь точно так же коллектора. А, вот еще что хотел сказать. Компенсатором гидроудара не поставили. Потом, ну, сделали под него выхода. То есть, все ставили. Но сами их не ставим. Как бы клиент захочет их поставить. Здесь давление входящее 3... Ну, оно скачет от 3,2 до 3,8, по-моему, оно поднималось. Испытывали, то есть, создавали гидроудар. Резко краном открывали, закрывали. Подскакивали до пяти с половиной, если не ошибаюсь. До пяти с половиной атмосфер. Ну, в принципе, по снипам до шести атмосфер, как бы, разрешается давление в квартирах. Поэтому я не вижу ничего страшного. Но если есть желание, можно будет поставить. То есть, это на его усмотрение. Что еще хотел сказать? А, гидроудар происходит за то, что стоят обратный клапан. Обратный клапан ставится для того, чтобы счетчик туда-сюда не бегал. То есть, давление разное в системе. В какой-то момент много потребляет человек воды. В какой-то момент мало потребляет. Поэтому давление скачет. И счетчик будет крутиться туда-сюда. Чтобы счетчик туда-сюда не крутился, ставится обратный клапан. И тогда он стоит статичный. И ничего с ним не происходит. Но из-за этого происходят гидроудары. То есть, если бы он не блокировал обратный путь, давление избыточное. Оно бы уходило туда в систему и все. Такая штука, чем больше хочешь точности и красоты, тем оно дороже требует за собой дополнительных деталей. От этого никуда не денешься. Это в принципе везде так жизнь. Если ты хочешь умный автомобиль и начинаешь ты туда инженеры вкладывать одно, другое. Быстрее машина будет, чтобы ехать. Тормоза надо лучше ставить. Ну это везде так по жизни, конечно. Ну что, поставить инсталяцию. Так в принципе утеплили. Опять решили полипропилен из полипропилена на американках. Манометры. Разборные фильтра. Сливные. На них краны. Все в канализацию уходит. Гигиенический душ. Вот у нас здесь небольшой неточность получилась. Смотрите. Зашивается он будет под гипсокартон. И сейчас на двух шпильках он не очень держится. Как бы хотели четыре шпильки поставить. Не дают стоить и нам. Места очень мало на самом деле в санузле. Ну конкретно вот в этом. Потом надо будет. Когда гипсокартончики будут ложить. Какую-то фанеру. Ну и на двух саморезах они его поставят. И все в принципе будет нормально держаться. Вот. Что хотел еще сказать. Пойдемте к нам. Естественно на книге это выглядело. Все как у нас там. Все по правилам. Что хотел еще сказать-то я. А. Насчет достоинств и может быть каких-то недостатков коллекторки. Какие достоинства. Во-первых. Экраны у вас будут в вашем ревизионном как бы личке. Это уже не личок получается. Тоже дверь придется делать. Но это правильно. Чтобы у вас весь офигенный бут. Это я считаю вообще ништяк. Вот. Какие достоинства. Шитый полиэтилен без кучи соединений. Есть шитый полиэтилен без кучи соединений. То есть. Вы его один раз монтировали и забыли на всю жизнь. Ну вот. Это буквально на всю жизнь вы забыли. То есть. Если у полипропилена где-то какой-то может быть вариант. Что там ангидроударом что-то с ним случится. С шитым полиэтиленом нифига ничего не будет. То есть. У вас никаких фитингов там в полу там тысяч фитингов нет. То есть. У вас единственный фитинг это на конце на выходе. Вот. По надежности. Это вообще бесспорно. Гораздо надежнее чем полипропилен. Опять же. Что значит гораздо надежнее. Если полипропилен делать прямыми руками. Да. А не кривыми. То в принципе он будет точно так же нормально работать. Но есть очень много тысячи мастеров. Которые говорят. Я вам там сделаю там. Давайте подешевле. Да. Все же ищут. А вот он там на 100 рублей. У него дороже. А у этого там дешевле на 100 рублей. Вот берешь его дешевле на 100 рублей. А потом. Человек делает антаж. А через год у вас начинает течь. То есть. Если полипропилен нормально качественно сделать. Он тоже в принципе. Что я хотел сказать. Будет стоять нормально. Но. Шитик. Ну все таки по надежнику. Так. Что еще. Что еще. Какие достоинства. Да. В принципе. Наверное. Это все. Надежность. И то что их можно перекрывать. Ну по цене. Ребят. Пацане. Это просто. Ну космос. Если. Ну как. Космос. Опять же. Космос. Если брать из российского полипропилена. Будет гораздо дешевле. Если. Как здесь. Допустим. Мы стояки на Чехию меняли. То уже. Прям не совсем. То есть. Мы считали. Там что-то. Короче. Разница. около 8000. Выходит. Что на шитике. Либо на полипропилене. Чешском. Именно на чешском. Он сейчас такой дорогой. Что-то вообще. Непонятно. Отвориться. Цены дорожают. Дорожают. Все время. То есть. Я. Рассчитывал. На одну сумму. Выходит. Гораздо дороже. Сам материал. Вот. То есть. Ну. Дороже. Ну. Процентов. Ну. На 30. 35. Процентов. Дороже. Выходит. Шитопальтилен. Чешский. А вот. Если. Российский. Уже. 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 Не в процентах. Там. В разы. То есть. Раза в три. Наверное. Дешевле. Будет. Белым полипропиленом. Чем. Уже. Коллекторку. Делать. Пожалуйста. Трониковую. Из. Нормального. Только. Полипропилена. Опять же. Ну. Нафига. И. Главное. Чтобы он был лицензирован. Не берите. Каких-то там. В магазинах. Дети Васи. Блин. Который везет. Хрен пойми что. Это будет. Это будет по потос. 100%. Да. Вот. Главное. Ну. Какой. Как бы. Недостаток. Цена. Что он. Дорогой. А так. Очень крутая система. Так это все выглядит. В принципе. Мне самому понравилось. Нормально. Можно было сюда что-то еще. Наверное. Я не знаю. Есть ли смысл. Как бы. Я смотрел. Москвичи. Там. Наворачивают. Самое дорогое. Ставят. Что-то. Прикидывал. Там. Что-то. от протечки. Вот. Ну. Без боли. Соответственно. То есть. Это все. Со стояком. По материалу. Там. Где-то около. 42-43 тысячи. Вот. На. Конец. 2020 года. Ну. Все. Там. По разводке. По штукам. Говорить не буду. Я вам показывал. Там. Санузел. Как все делать. Стандартно. Выходов. Чтобы там. Канализация. Чтобы ничего не пилить. То есть. Стеночки. Подключиться. Просто. Гофрой. То есть. Ничего не пилить. Не надо. Не долбить. Чтобы все. Подключалось. Хорошо. Это. Я считаю. Само собой. Разумеется. Как бы. Для нормальных людей. Ну. Ладно. Вот. Такое. Вот. Видео. Коллектор. Спасибо большое. Посмотрим. До свидания. Герои.